чтобы рассказать про формальность консейча. И в прошлый раз я дал определение, что такое даже алгебралии, вообще так, что такое даже коммутативное алгебра, ассоциативное. На самом деле, для тех, кто знает, можно сказать, даже алгебром любой операции. В общем, разницы в этих понятиях нет. И мы показали, что если есть любой комплекс, который, возможно, не ограниченный в обе стороны, значит, над полем, то он всегда квазизоморфен своим когмологием. То есть его всегда можно так расщепить, что когмологии туда, значит, вложатся или наоборот спроекцируются в него когмологии из комплекса, и при этом, значит, будет, что это квазизоморфит. А насчет мы показали, что для даже алгебр, вот, например, коммутативных, то есть вот если А это даже коммутативная алгебра, вот, то такое вот не всегда. То есть мы там построили алгебру, у которой ненулевые есть операции МАСИ, то есть там это все происходило через операции МАСИ, и мы показали, что если операции МАСИ, значит, есть ненулевые на алгебре, вот, значит, ненулевые с некоторыми ненулевыми операциями МАСИ, где мы рассматриваем только тройные операции МАСИ, вот как было в прошлый раз с некоторыми ненулевыми операциями МАСИ, то отсюда следует, значит, что А неформально, то есть А не квази-изоморфно своим когомологиям, как алгебра. И на самом деле это тоже верно от любой операции, и смысл в том, что на самом деле, если две алгебры, ну вот если есть одна стрелка, вот, которая квази-изоморфизма и отображение алгебр, вот, между, например, даже коммутативными алгебрами, то показывается, что операции МАСИ, значит, здесь и здесь совершенно одинаковые, вот, поэтому если у нас операции, а с другой стороны, вот на гомологиях, ну, тут же дифференциал равен нулю, вот, поэтому операции МАСИ всегда нулевые, поэтому достаточно построить, как бы, некую даже алгебру с ненулевыми, хотя бы какими-то ненулевыми операциями МАСИ, и, значит, отсюда следует, что А неформально. Да, то есть мы теперь, значит, возвращаемся, то есть там было сказано, что то, что там какая-нибудь там даже алгебра или даже алгебра ЛИ квази-изоморфна своим когмологиям, вот я напомню, что под этим подразумевается, вот не одна такая стрелка, а несколько стрелок, там, допустим, там Х0, вот там Х1 и так далее, и в ту или в другую стрелку там Б, причем каждая вот эта вот стрелка, Фи, да, вот какая-то, вот каждая такая стрелка Фи, я про одну напишу, она обладает двумя свойствами. Первое — это квази-изоморфизм комплексов, вот, и второе — это отображение, соответственно, алгебр, там алгебр, алгебр ЛИ, там астративных алгебр, комикативных алгебр и так далее. И вот если, значит, вот А и Б можно соединить с цепочкой вот таких Фи, про каждое из которых можно такое сказать, ну то оказывается, что, в общем, большую информацию, такую когмологическую, которую можно извлечь из А, можно извлечь из Б, они будут совершенно одинаковы. И вот, собственно, для ДЖ-алгебр ЛИ такая информация, это, значит, будет, соответственно, деформационный комплекс. Вот я, то есть теория — деформационный функтор, который ассоциируется, значит, с ДЖ-алгебр ЛИ. Значит, теперь вот у нас такой сеттинг, что вот G — это ДЖ-алгебр ЛИ, вот, и мы по этой же строим некоторый функтор ДЕВ-Ж, который, на самом деле, есть функтор из артиновых алгебр в множество. Значит, пара артиновой алгебры, нужно понимать, ну что это как артиновая алгебра над полем. Тут это важно. Вот, ну то есть об этом можно думать, как там K плюс некоторый максимальный идеал, который в достаточно большой степени равен нулю, своей, естественно, для каждой алгебры. Да, то есть это такая локальная, значит, артиновая алгебра. Вот, и вот мы строим такой функтор. Значит, смысл этого дела, почему вообще тут возникают эти артиновые алгебры, я в прошлый раз говорил, но дайте я скажу, значит, снова. Вот, ну просто фундаментальным объектом, который связывается с ДЖ-алгебр ЛИ, является уравнение Маора-Картана. То есть на Х из первой градуировки есть уравнение Маора-Картана, которое звучит следующим образом. ДХ плюс половинка Ха с Хон равно нулю. И смысл этого уравнения, что это там уравнение интегрируемости. Например, связность для матрицы связности в векторном расслоении, если Х это была бы там, ну и вообще можно на самом деле такое же связать с связностью, например, в векторном расслоении. И вот это условие, это условие нулевой кривизны. Вот оказывается, что такая ситуация совершенно верна, на самом деле, в общем сеттинге. То есть в любой совершенно алгебре ЛИ, даже алгебре ЛИ, можно написать такое вот уравнение, и смысл его в том или ином виде интегрируемость. Вот, где, например, ну мы сейчас это посмотрим, вот, по крайней мере, сегодня мы разберем точно пример комплекса Хокшельда, где интегрируемость, это будет на самом деле ассоциативность. Ну да, то есть ассоциативность тоже своего рода интегрирует. Recording in progress. Так, а не было записи? Была вопрос, что мы не обидели. А вот просто, а там не мог. Какая-то у нас новая штука. Мы купили новую лицензию, что ли? Я не знаю, просто я не мог, не мог, не выбрать, не было. Понятно, да. Это я, собственно... Понятно, спасибо. Вот, значит, это вот... Да, теперь, значит, при чем тут вообще, казалось бы, ну написать такое уравнение и написать. При чем тут артинговые алгебры какие-то. Вот, а смысл в том, что мы вот как бы... Идея такая, что у нас, допустим, есть... Ну в некотором, например, чтобы быть в более конкретном случае, который мы сейчас рассмотрим, вот это вот уравнение, это будут ассоциативные произведения на некотором векторном пространстве. То бишь просто алгебра ассоциативная. Но дальше мы хотим некоторые ассоциативные алгебры как бы отождествлять. Вот, то есть мы хотим отождествлять... Ну да, то есть мы говорим, что мы на самом деле рассматриваем... То есть если у нас как бы есть две алгебры, которые одна получается из другой, например, просто с заменой базиса своего рода, то мы эти алгебры можем рассматривать как... Ну просто одинаковые с точки зрения теории деформации, да? Потому что ничего не деформируется. Вот, и это означает, например, следующее, что если у нас А это ассоциативная алгебра, ну мы это будем чуть-чуть по-другому использовать, и Д из А в А, допустим, изоморфизм векторных пространств, пространств, то у нас есть там такое Д, А. То есть у нас возникает новое такое произведение, такое вот А, Д, можно сказать, и у нее, значит, произведение устроено так. Так, FG равняется, вот это D, равняется D в минус первый от DF на DG. Вот, где, соответственно, D это вот эта вот штука, а F и G это элементы нашего А. Вот, ну и совершенно очевидно, что эта штука ассоциативна, можно там, ну какие-то условия наложить на единицу, чтобы все было с единицей. Вот, и в принципе это совершенно новая алгебра, с другой стороны совершенно очевидно, что, ну, что вот это просто замена базиса, потому что вот это у нас некая линейная автоморфизма, и мы просто реально записываем то же самое вот умножение в другом базисе, по сути дела, да. Вот, и на самом деле это общая ситуация, то есть мы должны вот эти вот вещи профакторизовать по действию некоторой группы. Действия группы. И дальше выясняется, что на самом деле эта группа, она как бы не действует, в некомпактном случае, по крайней мере, или там бесконечно мерном. Вот, то есть, значит, давайте я напомню, что за группа и что, значит, вот происходит. Вот у нас есть такое G, на него есть уравнение Майора-Картана, и теперь возникает, значит, вот такая вещь, что вот G0, это нулевая компонента нашей дежеалгебрыли, отображается в векторные поля на G1. И это отображение алгебры Ли, то есть гоморфизм алгебры Ли. Вот это вот алгебры Ли и векторные поля на G1, но это векторное пространство, там, не знаю, пространство какое-то, векторные поля, это тоже алгебры Ли. И вот эта вот штука, она устроена так, что вот альфа, которая здесь, она переходит в, ну, как бы в некоторое поле Vα, да, значение которого в точке гамма, а гамма, это значит, у нас принадлежит G1. Она такое, что это значит, вот, по-моему, минус Dα. Сейчас я погляжу, чтобы не запутаться. Так, секундочку, да, вот, по-моему, сейчас что-то где-то написано. Вот, да, альфа гамма минус Dα. Вот, то есть это можно также написать, что вот в других немножко обозначениях, что вот гамма с точкой равняется альфа гамма минус Dα. Вот, то есть и это, и это, это элементы степени, ну, вот первой гардерировки, то есть G1, да, потому что тут альфа 0, а это гамма единица. А это, значит, альфа 0, а D α единица. Ну вот, и, значит, ну, то есть это, об этом можно думать таким образом, что к точке гамма, вот у нас есть это пространство G1, в нем есть просто реально точка гамма, и в этой точке гамма сидит вот вектор, который есть альфа гамма минус Dα. То есть это векторное поле, оно имеет линейную и постоянную компоненту, да, вот это вот линейная компонента, это постоянная компонента. Но мы как бы в прошлый раз показывали, в прошлый не раз, а в прошлом семестре об этом немножко говорили, мы показывали, что это отображение алгебры Ли, ну, в общем, это своего рода упражнение, потому что, ну, можно показать, что это действительно отображение алгебры Ли. И показывается это таким образом, что, значит, ну, просто линейные векторные поля на векторном пространстве, вот если у нас есть линейные векторные поля на V, они отождествляются с матрицами, да, то есть, ну, вот, А из V, V. Вот можно даже бескоординатно написать. Вот, ну и при этом, значит, при этом отождествении скобка векторных полей V1, V2 переходит, соответственно, в А, V1, А, V2 минус А, V2, А, V1, то есть скобку этих самых вот матриц обычную, скобку Ли. Вот, ну и дальше у нас тут, то есть, если бы у нас была бы только линейная, то есть, грубо говоря, имеется в виду, что нам, ну, нужно показать, что просто соответствующая, если бы у нас была только линейная часть, для которой это было бы, конечно, тоже верно, вот, то, ну, у нас, вот, собственно, вот эта матрица, это была бы вот такая, альфа скобка гамма переходит в альфа скобка с гамма, и в этом случае было бы совершенно очевидно, что скобка, там, альфа 1, альфа 2, да, ну, то есть, если мы берем скобку этого дела с гаммой, то из то жества Ефоби следует, что это, там, альфа 1, альфа 2 гамма минус, там, альфа 2, альфа 1 гамма, то есть, собственно, и есть вот эта вот скобка, и это было бы ясно из-за того, что это отображение алгебрии, но у нас есть еще вот этот вот довесочек, там, д альфа, который мы сейчас увидим, почему именно, сейчас я объясню, почему именно такое векторное поле, вот, ну, и на самом деле надо проверить, что из этого довесочка ничего не рушится, ну, и тут нам нужно, ну, я вот в прошлом году, когда это чуть-чуть рассказывал, я предложил как вот такой взгляд на это дело, что вот это у нас, значит, линейные векторные поля, это то же самое, что эти матрицы, да, и скобка, это вот скобка этих самых. А теперь, если у нас есть линейно-постоянные векторные поля, то есть, у которых есть еще постоянные коэффициенты, то это, соответственно, матрицы и вектора, то есть, у нас получается, что векторное поле, это там некоторые а и b, где а это из vv, а b это просто элемент v. Ну, и, соответственно, у нас скобка таких вот, вот этих векторных полей, а1, b1 с а2, b2, она считается, ну, как скобка а1 с а2, вот, а тут у нас будет, соответственно, я так понимаю, что а1, b2 минус там а2, b1 или наоборот. Ну, в общем, какая-то такая формула, где это вот новый вектор, соответственно. Ну, вот, и из этих соображений мы должны проверить, что, ну, что вот скобка тут устроена точно так же, ну, и это, то есть, что линейный член, если мы тут возьмем скобку а1, а2, да, то вот мы получим, соответственно, вот тут векторное поле а гамма минус d альфа 1, альфа 2. Ну, вот, дальше мы применяем множество лейбница для коммутатора и приходим, как бы, вот, собственно, вот тому, что то, что мы тут видим, это вот это а1, b2 минус а2, b1, и это тоже получается верно. Вот, ну, да, значит, теперь у нас, да, и теперь, значит, идея в том, что вот эти вот преобразования, о которых я говорил тут, вот такие d, они как бы получаются экспоненциированием вот этого векторного поля. Ну, вот, то есть вот у нас есть с g0, у нас связывается вот такое вот векторное поле, и, значит, вот мы хотим его проэкспоненцировать. Вот, ну, проблема, конечно, в том, что оно может не экспоненцироваться. Ну, есть там, я не знаю, примеры, да, что если у нас есть там, например, компактное многообразие, то всегда существует там какая-нибудь окрестность, на которой оно экспоненцируется. А если у нас есть там, например, прямая, просто r, то можно придумать такое быстрорастущее векторное поле, что его нельзя проэкспоненцировать до однопараметрической группы автоморфизма. То есть там для каждого маленького параметра t времени у вас найдется такая точка, которая там уйдет на бесконечность. То есть ни при каком t, отличном от нуля, вы не можете это там проэкспоненцировать. Знаете такой пример? Ну, какой-то такой вот на r можете придумать. То есть есть такое понятие, что вот если у нас есть векторное поле, вот, скажем, на m, на многообразие n, то можно, значит, написать такую вот аднопараметрическую группу автоморфизмов. То есть φt из m в m, которая обладает, это автоморфизмы, которая обладает таким свойством, что φ там минус t равняется φt в минус 1. Ну, это, наверное, следствие вот другого, что φ от a, φ от b равняется φ от a плюс b. Ну да, естественно, φ от нуля равняется identity. Вот. И это вот это первое слово. Еще условие, конечно, что d φt по dt в точке t равно нулю, значит, равняется вот нашему вот этому v, нашему векторному полю. И мы хотим таким образом, значит, вот решить это дело, то есть проинтегрировать до такой группы. То есть на самом деле то, что тут происходит, это примерно следующее. То есть примерно вот это. То есть у нас есть векторное поле, мы его хотим проинтегрировать, значит, и вопрос в том, что, значит, оно не все… Ну да, и хотим там, ну хотя там t равно единице поставить в идеале, как бы, да, то есть проинтегрировать, и потом от этого t избавиться. Вот. Но оказывается, что это нельзя сделать. Там вот можете сами придумать пример на r. На r, когда это нельзя сделать. Вот. То есть, грубо говоря, векторные поля и автоморфизмы для компактных многообразий, там они тесно связаны друг с другом, а для некомпактных это немножко разные вещи. Ну и тут еще все может быть бесконечно мерно, от чего еще хуже. Вот. Поэтому люди, значит, выходят из положения следующим образом, хотя это чисто формальный подход, но в принципе сейчас мы увидим, что это связано с геометрией. То есть они говорят, окей, значит, это, конечно, может и нельзя проинтегрировать, но если бы наша алгебра, если бы у нас этот элемент, там, векторное поле был бы нильпатентен, то есть если бы он занулялся бы в какой-то степени, то можно было бы написать просто формальную экспоненту, и оно бы проинтегрировалось очень легко. Вот. Поэтому, значит, мы хотим из нашей вот алгебры Li сделать нильпатентную алгебру Li. Вот. Для этого мы берем, значит, вот эту вот нашу А, которая Артенова алгебра. Вообще, на самом деле, я больше люблю, когда коалгебры, но можно и алгебры. То есть мы, значит, пишем, что А это поле, там, плюс n, как векторное пространство. И дальше мы берем вот это вот G, умножаем на n, на максимальный идеал, и вот здесь вот, вот этому делу мы вставляем вот Маура-Картана от этого G на максимальный идеал по модулю вот этого самого действия вот этих экспонентов. А так как m в какой-то степени равно нулю, то уже вот тут уже вот этот вот как бы все можно проделать, и действительно все это корректно определено. Оно выглядит, как некоторый довольно искусственный трюк, но, тем не менее, можно теперь сказать, что такое вообще, что вот эта вот алгебра, вот эта вот, собственно, вот эта алгебра А Артенова, она возникла не на пустом месте, потому что, вот, потому что, ну, что вообще такое там вообще задача деформации в идеальном случае. То есть мы можем, ну, вот у нас есть там объект какого-то типа, да, там, например, ну, какая-нибудь схема там в идеале x0, и мы хотим теперь, значит, x0, она, значит, как бы, допустим, над спектром k, и мы хотим теперь как бы рассматривать более общие дела, то есть, скажем, там y некоторые над там спектрами каких-то других колец. То есть для каждого, значит, вот А коммутативного кольца мы, в принципе, можем рассматривать, ну, обычно там накладывают условия плоскости, что это плоский морфизм, значит, у нас сидит над А, вот А это вот на самом деле морально вот это А, вот А, вот это Артенова, сидит некое, значит, семейство, значит, схем. И дальше представимость, это как бы если у нас есть универсальное семейство, то есть есть Артенова, и там некоторое, значит, ну, некоторое, я не знаю, как сказать, там, yR там над этим самым спектром Артенов, допустим, да, так что если у нас есть любое другое семейство, то у нас возникает отображение спектр А в этот самый спектр Р, и тут, значит, есть вот это вот семейство yR, вот, и pullback этого семейства вот здесь, то есть вот pullback, как сказать, вот это вот F, значит, F минус обратный образ от ER, это, собственно, и есть наше семейство y. То есть что любое семейство получается как бы вот как обратный образ некоторого универсального семейства. Это самая идеальная ситуация, которая редко достигается, но вот как мы увидим сейчас вот в этом вот формализме, связанном с дифференциально градуированными алгебрами Ли, это достигается просто всегда, то есть вот любая задача деформации, которую можно сформулировать на языке дифференциально-градуированных алгебр Ли, она всегда, значит, задается некоторым представимым функтором, и мы этот представимый функтор, я надеюсь, сегодня просто явно, то есть мы вот представляющий объект просто вот явно выпишем. Могу немножко забежать вперед, потому что тут есть люди, которые были в прошлый раз, чтобы им было не очень скучно в прошлом семестре. Потому что если у нас есть, значит, вот эта вот алгебра Ли, то мы хотим написать, соответственно, вот некоторую универсальную R, значит, универсальную, которая бы все это дело представляла. Значит, что это такое универсальное? Должна быть некая там Артенова алгебра. Ну, на самом деле у меня будет Ко-алгебра, я буду дуально рассматривать как бы. Но она будет как бы, смотрите, она будет не просто Артенова алгебра, а даже и Артенова алгебра. То есть чтобы было верно то, что я сказал, что это всегда представимый функтор, нужно рассматривать ДЖ Артенова алгебра. То есть А должно быть само градуировано, там, ДЖ некая коммутативная алгебра, да, полная. Вот, поэтому я могу, значит, в качестве, вот если у меня есть G, то я могу взять в качестве А, могу взять вот то, что мы, это будет Ко-алгебра уже только, да, то есть могу взять комплекс Шевалей-Ренберга, то есть тот комплекс, который считает гомологией алгебры Ли, вот этого вот G с постоянными коэффициентами. То есть это, значит, будет, соответственно, ну, я напомню, что это такое, я просто сейчас как бы сознательно немножко запишал вперед, чтобы было не очень скучно тем, кто немножко в прошлом семестре об этом слышал. Вот, ну и прекрасно, и мы теперь, значит, хотим, значит, то, что соответствует у нас, ну, вот, Ко-алгебре А, допустим, давайте другую немножко обозначение, вот такое А, что это будет Ко-алгебра, а А готическая будет алгебра, да, то есть мы должны рассмотреть тогда вот Маркартана от Хома из А, значит, в нашего G, то есть не А, тензор G, да, тут мы рассматриваем, ну, не А, опять-таки, а вот А с плюсиком, то есть там тоже должны взять этот максимальный идеал, вот, G. Ну, если у нас есть из Ко-алгебры Ко-комутативное отображение в алгебру Ли, это снова алгебра Ли, поэтому на самом деле это то же самое. Вот, ну и мы теперь, значит, хотим, вот у нас, смотрите, вот, то есть мы хотим взять, то есть мы хотим на самом деле получить, вот, некое, то есть мы хотим построить некоторый канонический элемент вот здесь для А, равного вот этому комплексу там Шевалея Ленберга. Ну, естественно, канонический элемент должен задаваться тождественным морфизмом, то есть просто тождественным в некотором смысле, identity, да, тогда уже будет канонический, и все будет через него выражаться. Вот, ну и, значит, смотрите, как мы можем его построить. Ну, помните, у нас там были всякие там бар-ко-бар двойственные, сейчас я это напомню, просто я тут немножко вот двухплановое такое рассказываю. Вот, что если вот мы берем там мар, картан, хом из А в Ж, только если у нас А, это, то есть у нас, значит, было вот как, да, что у нас был хом в алгебрах Ли, допустим, то есть это то, что бар-ко-бар дуальность, да, то есть тут у нас была некоторая А, а тут был этот комплект Шевалея Ленберга, допустим, из Ж с постоянными коэффициентами, вот, это было изоморфно хому в ДЖ, естественно, алгебра Ли, коммутативные, ДЖ коммутативные, значит, тут был кобар, не, не коббар, а Харрисон, да, то, что называется комплекс Харрисона, который алгебры Ли от А в это самое Ж, и это все вместе, но это нас, вот это нас не очень будет сейчас интересовать, и это все вместе было то же самое, что мар, картан из хом из А в Ж, но я надеюсь, что А плюсик только в Ж, вот это, я надеюсь, вот помнят люди, да, то есть еще, то есть была такая бар-ко-бар двойственность, мы больше говорили об этом в ассоциативном случае, но вот она есть на самом деле для любой кошелевой операции, в частности для пары комм и ли операции, вот, и окей, значит, вот такая вот штучка, и поэтому вот то, что мы имеем дело здесь, где мы хотим написать канонический элемент, это вот эта вот нижняя строка, а теперь мы эту нижнюю строку переписываем как хом из А в соответствующий комплекс Шевалей-Ленберга, но здесь это что будет? Это будет хом в дж алгебрах, только что же я написал такое, в дж, нет, сейчас, извините, пожалуйста, вот это вот в алгебрах ли, конечно, а это вот в коммутативных, да, в дж коммутативных, я извиняюсь, вот, да, то есть вот мы, вот этот вот хом в дж коммутативных, в дж алгебрах, вот это, да, мы переписываем как хом в дж алгебрах ли, нет, в дж коммутативных алгебрах, вот, алгебрах, и тут мы пишем, соответственно, из А в этот вот комплекс Шевалей-Ленберга из G, вот, постоянную штуку. То есть на самом деле нам нужно придумать некоторый канонический элемент, который вот и здесь, здесь, ну, отсюда, сюда, в хоме, но при этом А у нас равно тому же самому, оно равно вот этому Шевалей-Ленбергу. Поэтому на самом деле у нас есть тождественное отображение, которое есть отображение к алгебрах, и вот это тождественное отображение, оно интерпретируется как универсальное семейство, то есть что любое другое семейство получается пуллбэком вот этого. То есть мораль отсюда, что если наша проблема деформации, вот, может быть перефразирована на языке дж алгебры ли, а сейчас это вроде бы даже уже какая-то не мета-теорема, а просто теорема, то есть наука далеко пошла, там, я не знаю, там в контексте всяких бесконечностей категории, вроде бы там в DAC-10 там у Лури есть какие-то совершенно просто уже вот такие результаты типа теорем, что в характеристике ноль, там всегда, там можно что-то, я не знаю, я с вами этим не знаю, просто обычно в каждой конкретной задаче деформации она как бы строится, под дж алгебры ли в характеристике ноль. Вот, ну и да, и вот если у нас есть такая дж алгебра ли, через которую, значит, задача переформулируется, то у нас всегда вот возникает вот такое вот универсальное семейство, которое вот в контексте этой бар-кобар двойственности задается просто тождественным функтором. Вот из Шевалей-Ленберга в Шевалей-Ленберга. И оно вот интерпретируется как вот это вот универсальное семейство. Ну и действительно совершенно понятно, что если у нас есть вот этот тождественный, вот если у нас есть некоторый, ну вот функтор, то есть это получается там из R в отображение колец, которое задает вот это отображение, и тут у нас есть какое-то, значит, такое вот универсальное семейство, вот, то, естественно, мы можем рассматривать это семейство как… Сейчас, значит, секундочку, секундочку. Ну да, да, то есть тут, чтобы, то есть идея в том, что я хочу показать, что это семейство универсальное, то есть что это действительно вот… Давайте вот я это сделаю, но немножко вот не прямо сейчас, потому что это и так было понятно, может быть, не для всех, кто тут участвует сегодня, вот, но я к этому вернусь обязательно, потому что это вот интересный момент, который я в прошлом году как бы замял почему-то. Вот, ну и на самом деле, вот в частности, например, есть какие-то замечательные, вот это в русской школе, в московской была очень популярна, на самом деле, идея, и в частности Фейгин, например, там доказал какую-то теорему, которая, вообще говоря, выглядит совершенно магической, если вот этого не понимать. В общем, она и есть довольно магическая, то есть он, значит, вот рассмотрел ту дифференциально грудированную алгебру Ли, которая связана с деформацией комплексных многообразий, в данном случае компактных кривых. Вот, значит, он взял вот Х, это, значит, кривая рода Ж, а род, значит, кривая рода Ж больше единицы. Вот, и, да, и, значит, что он сделал? Он рассмотрел ту дифференциальную грудированную алгебру Ли, которая, значит, там связана с деформацией метава Х. Ну, для любой вообще, совершенно любого комплексного многообразия такая алгебра Ли пишется, она, значит, устроена так, что это мы должны взять, значит, формы 0, там, это самое на Х, умножить над функциями, да, там, углатными функциями на касательную, вот это самое расстояние Кривста. То есть мы берем сечение вот такого дела, то есть форм, значит, вот, для вот N-пичлен, там это будет вот, когда здесь N сидит. Вот, то есть мы берем 0N-формы с коэффициентами, значит, в касательном пучке. Ну, в этом деле есть структура алгебры Ли, а именно, что у нас на, ну, есть скобка Ли на векторных полях и есть дифференциал, который, д-бар дифференциал, который, значит, сидит на этих самых вот 0N-формах, то есть бьет там из N в N плюс 1. Вот, ну, то есть это на самом деле некая даже алгебра Ли, скобку в которой мы просто берем скобку здесь, а потом линейно продолжаем ее над формами, да, такое всегда можно сделать. Вот, и, короче, это некая даже алгебра Ли, для которой вот весь этот формализм, о котором я говорю, приводит там к деформациям Х. Так вот, теорема, которую Фейгин доказал, чем как-то так, в общем, прямым вычислением, без общих соображений, он посчитал ее к гомологии вот этой даже алгебры Ли как алгебры Ли. Взял вот эту вот даже алгебры Ли, там посчитал ее, значит, гомологию в смысле комплекса Шевалея-Ленберга, вот этого, значит, G, там с постоянными коэффициентами. Вот, и получилось, что вот при неравных нулю, значит, эти самые гомологии равны нулю в степенях, а H0 от этого дела, оно равно, это как бы функции на, ну, двойственные точнее, то есть это симметрическая алгебра от некоторого, может, пополненная, от некоторого пространства, у которого размерность 3G-3. То есть это, грубо говоря, имеется в виду, как двойственная к функциям формальной окрестностей пространства модулей, которые имеют, то есть вот у нас здесь пространство модулей, то есть мы берем вот V, у которого размерность 3G-3, и берем, вот если я, ну вот тут двойственность какая-то, то есть может быть как-то нужно пополнить это дело. Ну, в общем, морально это симметрическая алгебра от некоторого пространства вот такой вот размерности, и это означает, что это двойственно к функциям на вот этом деле. То есть, казалось бы, вот какая-то просто алгебра Ли пишется, и вдруг такие вот вещи возникают. А на самом деле тут чудо заключается в том, что нету высших гомологий на самом деле, а вот то, что нулевые такие, это в общем-все-все сам, вот очень укладывается в эту схему, потому что вот, ну, на даже уровне, по крайней мере, потому что вот комплект Шевалей-Элленберга — это как бы универсальное семейство, и тут вот это вот пространство модулей локального, у которого 3G-3 размерность, это тоже там база универсального семейства. Ну, это просто был дегрешн такой, так что я извиняюсь. Вот, ладно, давайте теперь мы вернемся к такому вот более-менее конструктивному, потому что бы все было понятно. Вот, и... Значит, давайте немножко вот покажем, что же это, что же вот это все означает, то есть как мы, что мы делаем, как мы это все дело интегрируем там и вообще. Спасибо. 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 Так, ну давайте я тоже немножко буду, может быть, подглядывать чуть-чуть, чтобы все формулы, значит, написать. Давайте вот еще чуточку я скажу про эту общую ситуацию, то есть что у нас, значит, получается. Значит, смысл в том, что вообще говоря, любая, по крайней мере, конечномерная алгебра Ли или бесконечномерная в нельпатентном случае, она интегрируется до группы Ли совершенно формальным образом. То есть есть такая формула Кэмпбелла Бейкера Хоусдорфа, которая, грубо говоря, означает, что вот если у нас есть матричные алги, ну, допустим, если мы рассматриваем там матрицы, да, там, n на n, то мы можем рассмотреть e, a и b, это матрицы, мы можем рассмотреть экспоненту от a, взять ее умножение с экспонентой от b, и после этого мы можем это дело там формально написать как экспоненту там от a плюс b плюс вторая половина, что я не знаю, скобки a, b и как-то так, в общем. Ну, то есть бесконечная сумма, соответственно. То есть на самом деле есть вот эта вот формула, она длинная, она содержит там коммутаторы, называется, по-моему, формула Дынкина, хотя почему-то сама теорема называется теорема Кэмпбелла Бейкера Хоусдорфа. В общем, это некоторый такой вот бесконечный ряд, где там делятся на всякие факториалы, и члены его содержат, соответственно, итерированные коммутаторы, то есть он бесконечен. Но при этом там доказывается, что в конечномерном случае он сходится, значит, для какого-то довольно малого числа, в бесконечномерном случае не обязан, но при этом у нас же, вот если у нас теперь наш алгебр Ли, то есть, грубо говоря, вот это вот, вот то, что тут будет стоять, это можно смотреть как формальный групповой закон, в некотором смысле. Формальный групповой закон, то есть как вот алгебра Ли интегрируется до групп Ли, да? Вот, и оказывается, значит, что так как тут содержатся только коммутаторы, то если у нас сама наша алгебра Ли нильпатентна, ну, с матрицами это, конечно, не так, но если вот там, например, умножить матрицы на некоторое М, которое нильпатентно, то тогда вот это все дело, оно, значит, оборвется, и тогда можно, собственно, было бы это делать, даже если n бесконечно-бесконечно, потому что это бы все равно имело смысл. Вот, ну и, значит, то, что мы тут получаем, это у нас есть алгебра Ли, вот это вот G0, которая действует на G1 верторными полями, и мы хотим там это действие проинтегрировать, значит, мы берем вот эту вот Артенову алгебру, которую мы интерпретируем как двойственную к А, вот, которая база деформации, то есть мы в качестве базы рассматриваем только такие вот, как бы, очень маленькие схемы, у которых вот кольцо функции это Артеново алгебра, то есть там одна замкнутая точка. Вот, и, значит, да, и мы, значит, вот по этой формуле Кэмпбелла, Бейкера, Хусдорфа это дело интегрируем, и на самом деле, если есть действие, то не только алгебра Ли интегрируется до группы, но и действие вот векторными полями, оно тоже интегрируется. Ну, оно интегрируется в конечномерном случае, вот как-то формально, но вот если у нас все там не патентно, то это интегрируется вообще просто вот совершенно на ура. Вот, ну и можно, собственно, выписать формулы чисто, ну так, примерные, как это все устроено, то есть вопрос, значит, в том, что мы хотим вот это вот дело проинтегрировать до некоторой группы преобразований, то есть вот этих однопараметрических, хотим проинтегрировать вот такое вот векторное поле. Ну, я считаю, что правильнее всего об этом рассказывать, что вы можете просто выписать ответ. То есть ответ, значит, заключается в том, что гамма переходит в фи гамма фи минус первый, где фи это вот там экспонента какого-нибудь элемента альфа. Плюс, минус, точнее, dфи умножить на фи минус первый. Ну, то есть, значит, тут надо вот сказать, что это является отображение, что это действительно отображение, то есть это группа, то есть если мы берем фи 1 и фи 2, то соответствующие там преобразования, они будут, ну, то есть это таким образом мы строим отображение, значит, из вот этой вот экспоненты g0, как группы, в, соответственно, автоморфизмы, если хотите, g1, да, вот, то есть это отображение групп, и после этого надо просто, ну, как бы это немножко так с хитринкой получается рассуждение, но после этого мы можем его как бы взять какую-нибудь однопрометрическую там подгруппу, вот, после этого мы можем продифференцировать и показать, что у нас действительно получается вот то, что у нас здесь должно получаться, вот, и, в принципе, это можно, значит, здесь основной момент, что вот эта вот формула действительно задает отображение групп. Ну, если бы вот не было бы вот этого вот дела, то это была бы просто вот очень известная формула, что экспонента вот присоединенного действия альфа, такого вот, а, маленькое, то же самое, что а от экспоненты альфа, да, то есть, ну, то есть, грубо говоря, вот у нас есть альфа, есть экспонент, это в матрицах верно. Что такое эксп от альфа? это значит просто равно, соответственно, от некоторого там гамма, да, это равно там гамма плюс там альфа-гамма по определению, плюс половинка альфа-альфа с гаммой, вот, и так далее, да. Вот, а есть, значит, вот, вот это вот эта левая часть, а теперь есть правая часть, то есть что такое от экспонента альфа, уже, вот, примененная гамма, это, соответственно, вот будет экспонент альфа умножить на гамма умножить на экспонент альфа в минус альфа, или альфа в минус альфа. Вот, ну и вот это одно и то же, оказывается, то есть так можно показать. Но вот это вот, это некоторая вариация на эту тему, и, значит, просто, ну, чтобы показать, что это действительно вот интегрирование, я бы сначала показал, что это отображение групп, то есть что если у нас есть фи-1 и фи-2, то, соответственно, вот такое преобразование, связанное с произведением, это то же самое, что композиция, значит, этих преобразований. Ну вот давайте покажем, что, значит, теперь есть там фи-2, которая действует на фи-1 гамма фи-1 минус 1 минус dфи-1 фи 1 минус 1, ну вот, и действует, соответственно, значит, по этой же самой формуле, это некоторая новая гамма, там некая гамма штрих, да, вот, и мы теперь действуем в фи-2, то есть мы действуем по той же самой формуле фи-2 фи-1 гамма фи-1 минус 1 фи-2 минус 1, значит, теперь мы берем вот плюс, а, или минус, да, минус dфи-2 фи-2 минус 1, и теперь еще мы на эту штуку должны подействовать, и минус фи-2 дфи-1 фи-1 в минус 1, фи-2 минус 1, ну вот, и, собственно, то, что хочется показать, что это то же самое, что фи-2 фи-1 гамма фи-2 фи-1 минус 1, вот, и, ну и, значит, как это можно показать, ну вот, ну, тут, ну, вот это просто, вот эта штука расписывается как дфи-1 фи-2 плюс там фи-2 дфи-1, да, фи-2 дфи-1 у нас вот тут вот есть, вот эта вот часть, а с другой стороны, значит, у нас нету, то есть мы можем, мы можем написать, что вот мы можем написать, что вот фи-2 дфи-1, значит, фи-1 в минус 1, фи-2 в минус 1, да, это равняется дфи-2 фи-1, вот, фи-1 в минус 1, фи-2 в минус 1, да, ну, собственно, вот эта часть, вот первая слагаемая у нас, она вот здесь записана, вот это вот мы хотим получить, ну, а здесь, как мы видим, вот фи-1 и фи-1 в минус 1 сокращаются, вот, поэтому у нас получается вот ровно вот этот вот довесочек, который вот у нас возникает вот здесь, то есть такая вот довольно удивительная, в общем, с виду формула, она задает, на самом деле, действие группы, да, то есть получается, вот, ну и дальше мы можем действительно показать, что это действие является экспонентой, чисто формально является экспонентой вот такого действия, но это там уже надо там просто продифференцировать. Но это, значит, смысл в том, что вот так мы просто проэкспоненцировали, значит, действие, вот, там, какой-то g0 на g1, но смысл, на самом деле, глубокий смысл, он не только в этом, намного глубже смысл, почему я выбрал вообще здесь вот минус dα, зачем это все нужно, потому что это сделано специально для того, чтобы это векторное поле сохраняло вот эту квадрику Мауэра-Картана, да, давайте мы сейчас это дело вот обсудим, то есть пока, то есть то, что вот то, что я говорю пока, это было следующее, что у нас есть g0, есть g1, и мы какими-то такими вот формальными соображениями можем такое линейно-квадратичное поле взять и проинтегрировать. Ну, а, собственно, нас же интересует не это, нас интересует вот уравнение Мауэра-Картана, и нам хочется, чтобы это поле, экспоненты этого поля переводило одно решение, значит, этого Мауэра-Картана в другое. И вот мы сейчас этим как бы займемся. Вот, это будет просто, и на этом эта общая дискуссия, значит, закончится. После этого... Так. Так. Так, вот, и, значит, то, что нам тут нужно, значит, показать, это вот такое дело, что вот я хочу взять, ну, как бы я хочу продифференцировать, вот у нас есть вот это вот k от гамма, которая есть d гамма плюс 1 вторая гамма гамма. И хочется теперь, значит, написать вот там k с точкой от гамма. То есть мы дифференцируем, как бы, посредством векторного поля, которое у нас есть на g1. Ну, вот, вот это вот векторного поля, связанного с альфа. Ну, вот для этого мы пишем, что это мы можем, значит, тут мы просто дифференцируем линейную часть, а тут делаем это по правилу Лемница, то есть мы получаем 1 вторую гамма гамма плюс 1 вторую гамма гамма с точкой. Ну, эти две штуки равны, да, потому что, ну, потому что и гамма, и гамма с точкой, это элементы степени 1, и мы в прошлый раз обсуждали, что для вот этого правила знака, оно для элементов степени 1, косо коммутативность означает коммутативность, потому что это оба нечетных элемента, только в этом случае. То есть это, значит, плюс гамма с чертой гамма. Вот, теперь, значит, идея в том, что я хочу вместо этого, значит, гамма с чертой поставить мое вот это векторное поле, которое там где-то записано, то есть должен быть альфа с гаммой минус d альфа. Ну, вот я, собственно, значит, подставляю и что-то таким образом получаю. Вот, значит, то я получаю, что это d от альфа гамма минус d альфа, да, плюс, вот тут, значит, тоже альфа гамма минус d альфа гамма. Вот, и мне нужно показать, значит, что если, то есть мне нужно показать, что если вот эта штука была равна нулю, ну, то и вот новая будет равна нулю, то есть это сохраняет, как бы, квадрику Майор-Картану. Вот так. Ну, значит, тут некоторое такое очень простое вычисление, которое я не буду опускать, то есть я его проведу, вот, значит, и, вот, значит, что я тут могу написать? Я могу написать, что вот эта часть, ну, d в квадрате сократится, вот это d и d, да, тут я могу написать, что это d альфа с гаммой плюс альфа d гамма, это все, что остается вот от первого слагаемого, да, вот, плюс, соответственно, это я напишу как альфа гамма гамма, вот, минус d альфа гамма. Ну, d альфа гамма у меня, значит, есть и тут, и тут, то есть я их тоже могу сократить, и получается, что это равно альфа d гамма, а тут, значит, плюс альфа гамма гамма, да. Так, и что нам теперь надо делать? Очень интересно. Сейчас, а я, наверное, вот, что тут делал все-таки, да, я, видите, я тут вам наврал, из-за этого все не сходится, потому что тут я должен был скобки вот так поставить, альфа гамма, да, потому что вот у меня вот это, и потом еще с гаммой, то есть альфа гамма, и потом еще одна скобка с гамма, да, то есть вот из-за этого как бы фишка, просто неправильно написано. Вот, вот это будет правильно. Вот, ну, идея в том, что я, на самом деле, вот эту часть по торжеству якобе могу переписать, как там, значит, как я могу переписать, сейчас, значит, давайте, ну да, то есть, во-первых, вот эту вот штуку я переписываю, использую уравнение Мара Картана для гамма, как альфа, значит, d альфа минус, минус альфа, вот, наверное, минус, я думаю, все-таки, да, да, тут надо написать, значит, гамма-гамма, и у всего этого, судя по всему, половинка, я думаю, должно быть, да, половинка, вот, это вот то, что я просто поставил сюда, что d гамма плюс половина гамма-гамма равна нулю, то есть это уравнение Мара Картана. Ну, а тут я хочу применить как бы торжество якобе, ну, значит, тут, смотрите, на самом деле это торжество якобе, у него будет, вот этот член, еще два раза будут там члены, которые равны, то есть на самом деле, вот как это можно написать, что, значит, давайте попробуем, что такое торжество якобе, вот альфа, гамма, гамма, значит, вот мы пишем, что это, значит, плюс, ну, там знаки какие-то полезут, да, наверное, в одном случае, по крайней мере, то есть плюс гамма альфа, нет, сейчас гамма-гамма сюда циклически переставляю, альфа, вот, плюс сюда циклически переставляю, значит, это будет гамма альфа гамма, вот, да, ну и, значит, то, что тут получается, значит, что-то странное у меня получается сейчас, но тут знаки какие-то будут, то есть вот эти члены, они не должны сокращаться, то есть, судя по всему, должно получиться, что это два альфа гамма, вот, гамма, как-то так, плюс, вот, гамма, гамма, гамма альфа, вот, это, или там, может быть, с каким-то знаком, но вот 2 и 1, вот, это верно, и, значит, после этого я, ну, вот, говорю, что вот эта вот часть, вот это второе слагаемое, оно равно половинке вот этого слагаемого, да, ну, там, судя по всему, тоже со знаком минус, поэтому получается, что это равняется минус, вот, тоже 1, 2, и тут будет, на самом деле, вот то же самое, да, стоять, то есть альфа, альфа, гамма, гамма, и это уже будет просто равно нулю. Ну вот, то есть, на самом деле, вот, вот в этом, как бы, задумка, почему надо рассматривать такое идиотское векторное поле, потому что оно сохраняет вот эту вот квадрику, и оказывается, что это является совершенно общим, ну, вообще, каким-то способом писать вот эти вот замены в деформационных задачах. Ну, в принципе, ну, вот, я не знаю, из дифференциальной геометрии вы, конечно, примерно такую формулу, ну, знаете, наверное, да, потому что там вот есть, когда мы осматриваем матрицы связности в векторном расслоении, то у нас, ну, там, если мы, ну, там, для этого там нужно, ну, вот, если мы пишем связность как D плюс A, где A это матрица с коэффициентами в один формах, ну, это пишется, если мы там берем локально какую-то тривилизацию, то если мы теперь берем другую тривилизацию, а именно берем G, вот, из нашего открытого там U в какую-нибудь там группу G, если там, ну, G, L, например, там, не знаю, вот, которая действует, то мы можем с помощью этого G построить другую тривилизацию, и тогда, значит, вот, вот, А новая, вот, в новой тривилизации матрица связности, она будет выглядеть как G в минус первый А G плюс G в минус первый DG. Ну, в общем, похоже, даже не похоже, а просто в точности то, что написано тут. Ну, вот, на самом деле, судя по всему, конечно, люди, когда вот это выдумывали в такой общей общности, они это все вот имели в виду, то, что для связанности эти формулы все были, но, тем не менее, это довольно красиво, что в эту схему укладывается совершенно общая такая вот теория деформации того, что что-то действует. Но еще раз, цена, которую мы платим за то, чтобы вот это все великолепие интегрировалось и действовало действительно на первой компоненте, это что у нас как бы получается функтор там на арктиновых алгебрах или же коалгебрах, в зависимости от точки зрения. Вот. И, ну, с другой стороны, это уже очень осмысленно геометрически, потому что, ну, потому что что такое деформация? Это вот над спектром этой вот алгебры висит какое-то плоское семейство. Вот как-то так. Значит, сейчас у нас будет перерыв 5 минут, потому что, правильно я говорю, да? А потом мы снова продолжим. Буду рассказывать уже про то, как это все связано с ассоциативными алгебрами, то есть там про комплекс Хокшельда с имеющими… Ну, вот что такое вот это наше G для случая ассоциативных алгебр. Так. Так. Вот почему внизу получился 0? Вот тут тоже плюс, да? Не, ну, тут же у меня минус. Ну, тут же у меня минус. То есть, ну, смотри, вот на этой строчке вроде правильно все написано. Дальше я сюда подставляю D гамма плюс там половина гамма гамма равна нулю. То есть, значит, оно у меня оказывается с минусом, да, вот это. А теперь вот здесь, значит, получается тоже с твоей Коби. Но тут, значит, тоже… Где? Вот здесь минус. Да, если минус и минус, то будет минус. Нет, ну, если мин… Да, если… Я думаю, что мне… А, только, наверное, просто нету вот двух, да, нету половинки. Нет, я думаю, что плюс. Плюс? Ну, да, нет. Нет, а ведь… Нет, а как мы… А, да, 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 да. Просто минус на вторая и минус на вторая – это больше… Плюс, да, 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 совершенно верно, да, спасибо большое, да, я что-то… Да. Ну, вот тут имеется, да, где… Нет, я думаю, что вот тут минус. Минус, да, ну, потому что… Или тут. Ну, мы в прошлый раз я писал вот явно, как эти знаки в случае… То есть, нужно общий вот комбутационный знак. То есть, знаете, попробуем. Значит, вот здесь у нас плюс по определению. Теперь тут мы переносим гамму, которая имеет степень 1 через альфу и гамму, которая имеет, значит, соответственно, тоже степень 1 суммарно. Поэтому здесь у нас стоит минус, насколько я понимаю. Да, 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 да. Ну, наверное, да. Сейчас. А здесь у нас… Да, то же самое, да, да. Да, да, спасибо большое. Слушай, давай я, значит, пока не забыл, значит, смотри, что тут. Вот это вот журнал, если можно, да. Еще меня, значит, попросила вот эта женщина еще, если можно, вот еще вот эту фигню. А то у них там какой-то полный загон. Люди на вот российские лекарства, как бы там, хоть они украинцы, вот, не употрядь. Вмесь вот к тем, ладно, если можно. Большое спасибо. Это на самом деле очень здорово, потому что там пожилая женщина, которую из Одессы туда вывезли. Это я адрес скажу, да, 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 такой, это вот питерский человек, вот Вадим Кайманович, где он тут, вот. Просто на самом деле, как-то, это же не знаю. 19-го года. Да, это как-то старый, да, просто я когда-то вот, когда был маленьким, выписывал зачем-то, там, и выходил на сценарий Гельфанда, и там все. То есть это просто, типа, ему как вот, чтобы душу грело, как-то. Да, здорово. Как, да. Так, почему же теперь надо начать. Так, почему же. Так, почему же. Продолжение следует... 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 Значит, смотрите, я хотел определить всю эту историю конкретно в нашем случае для деформации остативных алгебр теперь. Может быть, в следующий раз мы еще рассмотрим, возможно, в больших деталях про деформацию комплексных многообразий, еще что-нибудь, но может быть и нет. Но я хотел еще до этого сказать два слова про вот этот вот, вот такой вот DG-вариант, как бы описание всего этого дела, и обычный. Значит, обычный это вот то, что было там Шлезингером сделано, вроде как вообще это инициировал Гротендик, и вообще там, по-моему, 70-го что ли года статья Шлезингера, которая называется Function Art in Algebra, или что-то такое. И там, в общем, смысл заключался в том, что там рассматривался, конечно, не DG-вариант, рассматривался типа, что вот эта алгебра, ну, Артенова алгебра, там А, она обычная, то есть, ну, она в степени 0 только сидит. Но все остальное, в общем, делается примерно точно так же, то есть рассматривался некоторый функтор, значит, на вот этих Артеновых алгебрах, который морально означает, что у вас есть семейство над спектром этой Артеновой алгебры, и вы там его как множество рассматриваете, то есть у вас был функтор во множество, вот, ну, семейство по модулю, соответственно, вот этих вот замен, вот этих эквивалентностей, но только в степени 0. Оказывалось, что это там довольно редко представимо, там какая-то есть, значит, терминология, что бывает просто пропредставим, то есть представим некоторой полной Артеновой, не Артеновой, а про Артеновой алгеброй, вот, ну, то есть, грубо говоря, не усеченными поленомами, а степенными рядами, ну, что довольно естественно, но это происходит редко, и к этому там есть некие препятствия, и там какая-то водится еще то, что вот по-другому называется версальной деформацией, когда у каких-то объектов есть автоморфизмы, которые не продолжаются на семейство. Вот там как бы так получалось, что вся загвоздка представимости была в этих вот автоморфизмах, которые там могут быть, например, у одной кривой и не продолжаться там дальше как-то в семейство. Вот, и вот это оказывалось, что там они, он показывает Шлезенгер, где-то там в конце, в ремарках, показывает, что на самом деле, если вот, что необходимо и достаточно для того, чтобы вот если есть такая как бы более слабая версия версальной деформации или хала, более достаточно, чтобы любой автоморфизм, чтобы это было тогда уже совершенно представимо, достаточно, чтобы любой автоморфизм над специальным слоем, то есть вот над х равно нулю, грубо говоря, над фоксиальным слоем, ну да, чтобы оно продолжалось на все семейство. Вот, ну, то есть чтобы любой автоморфизм х0 продолжался до автоморфизма семейства. Вот если такое есть, то есть вот уже представимость. И это как бы, вот, то есть проблема основная была с этим вот продолжением автоморфизмов, и из-за этого многие функторы непропредставимы деформацией. Но вот удивительным образом, что вот тут мораль того, что я вот говорил до этого, что если мы переходим к ДЖ ситуации, то есть рассматриваем там не ДЖ, там, алгебры, а Артинова, то есть не Артинова алгебры, а ДЖ Артинова алгебры, то вот как бы в каком-то смысле вот эта вот проблема с непродолжением автоморфизмов загоняется как бы в высшие члены и в дифференциалы, вот каким-то таким вот мистическим образом. То есть в ДЖ смысле вот всё оказывается представимым вот этим тождественным отображением из алгебры, там, Шевалей-Элленберг, алгебры Ли, то есть которые есть нашего база, только уже в ДЖ смысле. Вот просто такое вообще замечание, что на самом деле вот за это была борьба, то есть борьба была за представимость, которой нету вот в обычном смысле, и не ДЖ, но это, я не знаю, это, конечно, можно разобрать, я бы так сходу даже, было бы интересно, конечно, понять там на примерах с этими автоморфизмами и что там происходит, но я так прям сходу даже вам и скажу, но смысл вот в этом, что вот как бы там даже есть теорема некая, вот я вчера смотрел, готовился чуть к вот статье Шлезенгера про эти автоморфизмы. Вот, но было бы интересно понять, вот как вот эта вот непродолжаемость автоморфизмов, как она компенсируется вот просто более конкретно переходом к ДЖ. То есть происходит именно это, вот, но это, в принципе, можно понять. Ну ладно, давайте сейчас об этом не буду. В общем, значит, теперь вот эта ситуация для ассоциативных алгебр. Ассоциативных алгебр. Вот, ну то есть мы хотим, вот у нас есть ассоциативная алгебра, в ней есть какое-то произведение, будем его вот так вот обозначать. Вот, и, ну вот, оно ассоциативно. То есть АВС равняется АВ на С. Ну, теперь мы его хотим деформировать. Значит, что значит деформировать? Мы хотим вот написать такое ПСИ из А в квадрате ВА, такое, чтобы, значит, то есть это как бы вот морально, вот это будет элемент нашего XG1, который будет удовлетворять уравнению Мауэро-Картана. Ну, значит, уравнение сначала мы его только напишем не как Мауэро-Картана, как то, что мы от него на самом деле хотим. То есть мы хотим, чтобы вот это вот, я не знаю, А стар Б, которое определено как АВ плюс ПСИ АВ, чтобы это было ассоциативным. Ассоциативным. Снова. Ну, мы, наверное, еще насчет единицы что-то хотим, то есть там нужно еще проверить, чтобы это все было, да. То есть мы еще хотим, чтобы единица оставалась единицей, для этого эта концепт должна быть редуцирована. Но к этому повернемся. Давайте сначала вот про ассоциативность. Ну, собственно, это можно, значит, явным образом написать, что мы на самом деле можем сделать. То есть написать, что такое вот ассоциативность вот этого дела равняется А на ВС. Вот. Ну, можно там как-то это все дело переписать, да. То есть это что будет такое? Это будет АВ плюс ПСИ АВ, значит, теперь на С. А это будет, соответственно, АВС плюс ПСИ от АВС плюс ПСИ от ПСИ от АВС, да. Правильно? Вот. Ну и то же самое можно сделать здесь. То есть это будет, вот, это, значит, равно, потому что мы получим вот отсюда, то есть оттуда мы получим А, значит, то есть вот эта вот конечная вещь должна быть равна, тоже там будет АВС, конечно, член, да, то есть он сокращается, плюс, значит, А на ПСИ ВС, сейчас наверняка запутаюсь, плюс ПСИ от АВС, плюс ПСИ от АВС от ВС. Вот. И вот это, значит, такое вот условие, которое мы получаем на ПСИ. Тут у нас вот эти вот дела сокращаются, больше ничего не сокращается, но и тут мы как бы узреваем в этом деле дифференциал Хокшильда, то есть, а именно мы, значит, если вот у нас есть два члена, которые квадратичные по ПСИ, и эти члены мы, давайте чуть позже рассмотрим, сначала вот линейные члены выпишем. Значит, у нас получается АПСИ ВС, да, минус ПСИ, сейчас посмотрим, я думаю, должно именно так со знаками получаться С, плюс ПСИ от АВС, минус ПСИ от АВС. Правильно я говорю? Если мы одну часть перенесем в другую, вот, вот если левую перенесем в правую, да, вроде, 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 да, все вроде правильно. Вот, значит, вот, и эта штука, она, значит, должна быть, значит, плюс квадратичная часть, да, квадратичная часть у нас заключается в чем? Плюс ПСИ от АПСИ от ВС, минус, значит, эта квадратичная часть, минус ПСИ от АВС на С. Вот это вот дело, значит, должно быть равно нулю. Вот, ну вот, собственно, я хочу в этом, видите, вот я сказал, что вот это вот ПСИ у нас как бы как элемент градуировки 1, и у нас получается такое линейно-квадратичное уравнение, и вот я сейчас хочу это все дело интерпретировать как уравнение Мааро-Картана в некоторые деже-алгебры Ли. Значит, это деже-алгебры Ли, она комплекс Хокшельда ассортивной алгемы. На самом деле такое существует в намного более общем контексте, то есть там, например, для деже-категории или там еще для чего-то, все может там это все. Ну для деже-категории очень такой замечательный комплекс, получается, ничуть не сложнее, но мы тут его рассматриваем как бы в самом таком простом случае, когда А это либо ассоциативная алгебра, либо ассоциативная деже-алгебра, что тоже, в общем, не сильно сложнее, но давайте пока ассоциативная алгебра. Вот, ну, значит, его член, n-тей, этого комплекса равен хом от а в степени n в а, и сидит это в степени n, то есть в степени n, то есть он выглядит примерно вот комплекс этот, примерно так, вот в степени ноль, если у нас вот не градуированный случай, а чисто а в степени ноль сидит, то эта штука, значит, выглядит таким образом, тут будет хом из а в а в степени 1, тут будет хом из а в квадрате в а в степени 2 и так далее. Вот, значит, тут строится дифференциал и вот это самое, ну, можно и скобка. Ну, дифференциал, ну, давайте, давайте я просто мне уже немножко это, вообще я в прошлый раз рассказывал, вы это где угодно посмотрите, но давайте я все-таки попробую сначала сказать более, как бы, научный способ, как это все происходит, менее понятный, менее явный, может быть, менее понятный, но менее скучный, то есть почему мы можем вот на этом деле построить дифференциал, и структуру, значит, дежеалгебры ли. Ну, вообще, вот было бы немножко проще рассматривать вот хом от b в степени n, да, то есть где, ну, это тоже имеет смысл, мне обязательно так, где b там некое векторное пространство. b векторное пространство. Вот, значит, теперь вот это будут, вот те были там код цепи, а эти, значит, наверное, цепи, то есть мы бы их посадили в степень минус n. Вот, но, значит, вопрос, да, но вопрос как бы в том, или же в степень плюс n, даже непонятно, нет, наверное, в степень все-таки плюс n, да, тоже. Ну, в общем, да, степень плюс n, конечно. Вот, значит, вот как я, допустим, на таком комплексе, вот на таком, на прямой сумме, там по n, значит, эта штука сидит в степени, соответственно, плюс n. Вот, как я на этой прямой сумме, но только тут я хочу еще плюс 1 написать, ну, плюс n, но скобка будет в степени минус 1, то есть скобка ли будет в степени минус 1. Как я могу вот написать вот эти структуры? Ну, вот соображение следующее, что я могу рассмотреть свободную ассоциативную алгебру, вот просто некоммутативную свободную, тензорную алгебру, порожденную b без там свободного члена, без единицы, то есть это, значит, b, только лучше не b, а b там сдвинутая на минус 1, на 1, сейчас увидим, b сдвинутая на 1 плюс b в квадрате, вот сдвинутая на 1, вот, плюс и так далее. Но это свободная алгебра, вот, у которой, ну, без единицы, правда, у которой генератор, это вот b сдвинутая на 1. Вот, и дальше мы можем рассматривать у этой алгебры дифференцирование, то есть такие d, которые, значит, из вот этого t в t плюс, ну, которые удовлетворяют правилу Леменца, то есть t от x, y должно, d от x, y должно быть все равно dx, y, значит, плюс, минус, ну, потому что d зависит от степени d, я напишу плюс-минус, то есть этот знак, это, значит, плюс-минус 1 на степень d на степени x, вот. То есть степени, ну, да, хорошо, значит, тут будет x на dy, то есть, на самом деле, плюс-минус, вот, и мы хотим рассмотреть, соответственно, вот такие d на таком вот t. Ну, любое дифференцирование, оно задается однозначно значением на генераторах, на свободной алгебре, то есть такое d, оно однозначно задается, отображением из b сдвинутого на единицу, или там минус единица, куда мы его сдвигаем. Слушайте, на самом деле, вот я думаю, не, наверное, я правильно написал, на минус единица, то есть она вправо, она должна быть сдвинута, да, из минус единицы в, ну, если мы будем вот однородную ситуацию рассматривать, b минус единица в степени m, то есть это будет, что у нас такое здесь, это будет на самом деле отображение из b в b в степени n, другими словами, да, и сидеть это все будет в степени n минус 1, вот, то есть мы вот эти вот такие штуки можем рассматривать как дифференцирование некоторой свободной алгебры Ли. Ну, а в чем, собственно, польза такой интерпретации? Потому что у нас на дифференцированиях чего угодно, есть скобка Екоби, то есть у нас есть вот скобка, которая d1, d2, там равняется d1, композиция с d2, композиция это оператор первого порядка, но если мы возьмем там соответствующим знаком плюс-минус d2, d1, то вот на самом деле вот эта вот комбинация двух операторов, вот это второго порядка, извините, вот комбинация вот этого оператора второго порядка, ну, вот это как бы условие на самом деле про то, что d квадрат f dx dy как бы равняется d квадрат f dy dx. Ну, только более алгебраическая версия. То есть из вот такого тождества для вторых частных производных следует, что на самом деле они сокращаются, и это будет оператором первого порядка, то есть снова дифференцированным. То есть мы можем брать, то есть мораль в чем? То есть у нас теперь вот по такому psi, то есть вот по d у нас соответствует вот эта некая psi d, которая совершенно однозначно ставится, соответственно, и можно вернуться на самом деле в обратную сторону, естественно. То есть по psi d мы можем написать d, но это там чуточку более трики, так сказать. То есть мы, грубо говоря, вот о таких вот цепях, мы можем думать о дифференцированиях, это одно и то же. Ну а дальше дифференцирования мы можем, значит, вот брать у них такую скобку, и отсюда у нас автоматически возникает скобка ли, которая называется в этом контексте скобкой Герстенхабера. Вот, то есть сейчас мы чуть более явно об этом скажем. Но теперь вопрос, откуда возникает дифференциал. Ну, значит, ситуация примерно следующая, что у нас, давайте где-нибудь, может быть, там напишу. Сейчас. А может кто-нибудь знает, как дифференциал вот так вот интерпретировать таким образом? То есть вот, окей, скобка ли у нас уже есть такая градуированная, а почему дифференциал-то есть, который еще согласован с этой скобкой? Нет? Аршак, скажите мне, пожалуйста, так как вы вот главный в этом смысле человек, когда мне нужно закончить? 12 действий был минут 10 перерыв, да, наверное? Через 20 минут, значит. Ну, да, у нас же, допустим, конечно, ответ на вопрос отрицательный. Неоткуда взяться этому дифференциалу. Но давайте мы теперь предположим, что B у нас, вот видите, вот когда вот у нас так было написано, а это была алгебра. А здесь лучше предположить, что B это коалгебра, то есть что есть коассоциативное умножение из B в B tensor на B, где коассоциативность, ну, реально означает, что две стрелки, которые мы тут можем написать, вот, B на B на B, они просто совпадают. Понятно, что это за стрелки. Это delta на identity, а это identity на delta. Identity B, identity B на delta. Вот, нет, нет, то есть, да, да, композиция с delta, вот так, delta, сейчас только здесь delta 2, 2, 3, что ли, да, правильно? А, нет, сейчас, не, просто delta, да, delta, и тут delta. Да, вот вроде правильно. Вот, да, значит, вот это коумножение двоистое, просто дело в том, что, почему я решил вот так это вывернуть, потому что иначе бы мне пришлось бы говорить, вот, вот, если бы сразу про алгебру говорить, то вот эту штуку нужно было бы рассматривать как коалгебру, а в этом в плане восприятия, ну, мы сейчас к этому вернемся, но в плане восприятия это было бы немножко труднее, как бы. Лучше предположить, что B это коалгебра, а тут мы имеем дело с привычными объектами, правильно? Типа как дифференцируемый свободный алгебр. Вот, ну да, значит, теперь, ну, понятно, что вот это вот, на самом деле, вот эта вот, то есть, значит, вот эта штука, она задает некую, соответственно, psi-дельта, которая есть тоже самое отображение из B в B на B, то есть, это вот элемент нашего вот этого хозяйства, то есть, ему соответствует некое дифференцирование там и так далее. Вот, то есть, а дельта сама по себе это вот некое дифференцирование вот этой свободной алгебры. Вот, дальше показывается, что вот скобка вот этого psi-дельта, ну, или, если угодно, дельта с дельтой, да, она просто равна нулю. То есть, если мы берем вот это вот дифференцирование, которое задается как дельта на образующих, вот, а дальше мы его, соответственно, продолжаем. То есть, ну, вот можно показать, что, ну, что это, ну, вот, что такое, как вам, ну, давайте сначала зададим, вот как вот этого дельта задать как дифференцирование. То есть, у него будут, естественно, ну, то есть, нам нужно будет, например, понять, да, что такое дельта от, то есть, у нас дельта определена только на B, то есть, как некая вот КЦ, а дифференцирование должно быть определено на всем вот этом, на любом B в степени N. Ну, вот, если у нас есть дельта, например, от B умножить на B, как нам это продолжить? Ну, очевидно, что по правилу Лебница, потому что это как бы произведение двух генераторов, то есть, надо относиться так, что это вот это и это, это генераторы в ассоциативной алгебре, и мы распространяем, вот, то есть, если тут B1, допустим, а тут B2, то мы просто вот это определяем по правилу Лебница, как дельта B1 B2 плюс, да, плюс B1 на дельта, только минус, небось, потому что, сейчас, да, минус только, да, дельта B2, ну, вот, и, да, и после этого, значит, я сказал, что мы ввели вот эту алгебру Ли, в которой дельта, это нечетный элемент, поэтому, на самом деле, для любой совершенно даже алгебры Ли, если у нас есть D нечетная, вот, то D в квадрате равно вот как бы скобки DSD, ну, половинки там, скобки DSD, потому что тут получается знак плюс, то есть, нам нужно показать, на самом деле, что D в квадрате, вот, где D это вот эта штука равна нулю, и тогда будет, что скобка, то есть, я хочу вот это показать, что скобка дельта с дельта, как дифференцирование равна нулю, но, собственно, что это означает, что вот я беру B, теперь я, значит, применяю, то есть, вот я беру B, B, я применяю один раз дельта в B на B, и теперь еще второй раз дельта, но тут у меня уже возникает два слагаемых, то есть, вот тут я беру, соответственно, дельту на identity, минус, минус identity на дельту, вот, и это будет B на B на B. Ну, вот, собственно, из того, что вот тут вот написано, что эта коассоциативность, она просто вот где-то написано было, сейчас, а где было написано, что-то уже, да, да, вот эта вот коассоциативность, она эквивалентна просто тому, что дельта в квадрате равно нулю, как вот это вот дифференцирование, или что то же самое, что дельта с дельта равно нулю, потому что дельта нечетно. То есть, у нас ситуация такая, у нас есть градуированная алгебра Ли, градуированная в супер смысле, так вот, да, алгебра Ли-Ж, вот, которая вот состоит из всех вот таких вот дел, которые сидят в степени n-1. Вот, теперь, значит, у нас в этой алгебре есть некая D, которая степени 1, степени 1, которая еще обладает тем свойством, что D с D равно нулю. Вот, тогда это определяет все вместе структуру DG алгебры Ли, а именно для любого X мы можем определить DX как скобку вот с этим D. Ну и дальше тоже с твоей кубе будет следовать, то есть дальше, во-первых, D в квадрате, почему равно нулю? Нам надо проверить, что D с D с X равно нулю, но это следует из тоже с твоей кубе, вот того же примерно, как мы тут выписывали, то есть это там с каким-то знаком, будет там с коэффициентом 2, будет типа D с D с X, а это уже равно нулю, да? Вот, и на самом деле отсюда получается, что это и есть, что вот с этим дифференциалом это будет DG алгебра Ли, то есть такая вот история. Ну вот, и на самом деле таким образом у нас вот все вот эти вот концепты такие, как бы можно их называть концепты ко-хокшильда, что ли, да? Потому что это как бы в каком-то смысле двоистный пример. Ну вот, они обладают структурой DG алгебры Ли. Ну вот, теперь если мы хотим вернуться к обычному комплекту Хокшильда, то у нас есть как бы два способа это сделать, либо все-таки потрудиться и переговорить сначала вот эту вот тензорную алгебру на двойственном языке как тензорную ко-алгебру, либо просто сказать, что если там у нас А конечномерна, то можно тупо взять ее двойственную, это будет тогда уже ко-алгебра и применить к ней эту, потом вернуться. Ну, на самом деле, вот можно тут это дело сказать, значит, вот просто, что если А это действительно алгебра, то есть по первому пути пойти, то можно взять А сдвинутую на единицу и взять как бы вот свободную ко-алгебру там без единицы от этого дела. Это уже будет ко-свободная ко-алгебра. Ко-свободная ко-алгебра. Теперь надо сказать, что такое ее ко-дифференцирование. Ко-дифференцирование. То есть, грубо говоря, сказать просто двойственную вещь. А после этого сказать, что это ко-дифференцирование, оно уже задается не значением на генераторах, а проекцией в ко-генераторы. То есть вот эта вот штука, она ко-свободная, это означает, что вот есть проекция в эту вот А сдвинутую на единицу, и вот это А сдвинутая на единицу в ко-генераторы, и там на самом деле эта двойственность, она всегда, когда мы что-то хотим продолжить с образующих, на дуальном вот языке ко-алгебра это задается наоборот проекциями в ко-генератор, и из-за этого некая путаница возникает. Ну так, трудно так, менее интуитивно просто, да? Хотя то же самое. Вот. Ну и, значит, вот поэтому наши вот дифференцирования, они будут задаваться уже наоборот проекциями такими. А в степени n. То есть это уже вот похоже на Кацеппе Хокшельда. То есть будет из-за в степени n, значит, вот ва, и это будет сидеть в степени n-1. Вот. Ну и дальше, на самом деле, вот если есть два ко-дифференцирования, то их скобка это снова ко-дифференцирование, по тому же самому примерно аргументу. Ну и дальше разница заключается в том, что вот тут мы с помощью ко-умножения написали дифференцирование в этом смысле, а тут у нас есть умножение, наоборот, m из-за в квадрате ва, и мы знаем, что оно ассоциативно. Ну вот это вот дело мы можем рассматривать как частный вариант такого, то есть это будет задавать некоторый элемент d, который, ну то есть мы его рассматриваем как дифференцирование, и действительно вот его скобка самим собой равна нулю, а дальше мы просто уже продолжаем вот ровно так же, как там. у нас есть некая d же алгебра Li, в ней есть элемент степени 1, у которого скобка с собой равна нулю, значит это вот как там написано, задает структуру d же алгебра Li. Вот такая история. Вот, ну можно написать, что это такое выглядит, конечно, на самом деле, чтобы не было так страшно. Вот, ну и значит, а, наоборот, было недавно, давайте я откусываю. Ну, давайте просто я напомню, у нас есть еще минут там 10, я могу напомнить просто эти формулы, что это такое получается как бы, ну, может быть, сточки сюда знаков, что это получается как бы такое на самом деле. Вообще вот удивительно, что на самом деле современный-то подход к комплексу Хокшельда, он другой, более, то есть это такой dg-подход, хоть это, по-моему, придумал Джин Сташев, но это, в общем, какой-то такой, я бы сказал, российский довольно подход, а вообще как бы сейчас рассматривают этот Хокшельдский комплекс как нечто происходящее из косимплициального там векторного пространства, то есть как некий функтор из категории дельта в векторное пространство и дальше как тотальный комплекс этого функтора. То есть это как бы две вещи, вот как можно смотреть на комплекс Хокшельда чуть более возвышенно. Одна это вот эта. Ну, мне кажется, что для той истории, о которой я только что вот говорил, этот старый путь, он более предпочтительный на самом деле. Ну вот, значит, что я хотел сказать, как это все выглядит, значит, вот пусть Пси, как это все выглядит без вот таких общих приговоров. Вот, я хочу определить вот D Пси, то есть скобку вот эту с n, да. Ну вот это будет, значит, у него будет, это будет, соответственно, из А n плюс 1. 2. Вот, и это будет равно там D Пси, от А0, Аn, да. Ну, вот тут тензорные эти штуки, давайте я не буду писать тензорные. Равняется, вот будет член А0, Пси от А1, Аn. Значит, дальше будет группа членов. Вот, минус там, ну, грубо говоря, эти члены будут устроены так. Минус 1 в степени i, тут будет Пси сумма. Тут будет Пси стоять, у которого будет А и Т, и А минус, и плюс первое как бы вот вместе. Вот, это, то есть когда, а, тогда я должен и минус 1 написать, да, потому что когда 0, у меня, значит, будет знак минус. Вот, плюс, значит, вот будет последний член, у которого будет, значит, когда у меня А0, Аn минус 1, Аn, это значит Аn, значит, тут будет минус 1 в степени n плюс 1, соответственно, я так понимаю. Тут будет Пси, то есть знаки чередуются. От А0, Аn минус 1, и тут вот Аn. То есть вот этот и этот член, это как бы два экстремальных члена, и, ну, на самом деле, как я сказал, это строится как косимплециальное множество, и вот эти вот два члена соответствуют двум экстремальным операторам кограней, а вот эти вот серединка соответствуют регулярным операторам кограней. Вот, ну вот это, значит, дифференциал, а скобка Пси1, Пси2, она, значит, пишется таким образом, что это Пси1, Цирк, Пси2 минус, там, я не знаю, минус 1 в степени Пси1, Пси2, Пси2, Цирк, Пси1, вот, и вот этот Цирк, она, ну, на данный момент, допустим, мы не будем углубляться, просто некая билинейная операция без, допустим, хороших свойств, то есть не ассоциативная, там, не ли, ничего, и она обладает, значит, она, значит, строится таким образом, давайте я не буду вот выписывать, я просто графически напишу, то есть вот если вот взять Пси1, то у него есть как бы несколько входов, вот эти вот А0, так далее, ну, там, А1, АН, и есть вот этот вот выход, который есть, собственно, Пси от А0, от А1, АН, то есть это можно вот рассматривать, как такой, соответственно, оператор. И теперь я могу взять вот любой вход АИ и вместо этого АИ поставить наоборот сюда Пси2 от каких-то других аргументов, то есть у меня вот общая картинка будет вот такая. Я в одном месте, в этом, поставлю, значит, Пси2. То есть это будет выглядеть, вот эта вот ситуация, она выглядит примерно так, значит, Пси...